Жиду Кришнамурти 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 чего-то абсолютно ложного, традиционного подхода. Тогда, если ваше отрицание только реакция, вы создадите лишь другой шаблон, который будет только ловушкой. Если вы будете только уверять себя интеллектуально, что это отрицание – очень хорошая идея, но ничего не предпримете, вы нисколько не продвинетесь вперед. Если же вы отрицаете этот подход, потому что понимаете его нелепость и незрелость, если вы отбрасываете его, потому что вы свободны и не испытываете страха, если вы отвергаете его сокрушающим разумом, вы создаете в себе и вокруг себя большое волнение, но вы выходите из ловушки респектабельности. Тогда вы обнаруживаете, что вы больше не ищете. Вот первое, чему вы научились – не искать. Когда вы ведете поиск, вы фактически просто разглядываете витрины. Вопрос, существует ли Бог, истинная реальность, или как бы вы это ни называли, никогда не может быть разрешен с помощью книг, священнослужителей или философов и спасителей. Никто и ничто не может ответить на этот вопрос, кроме вас самих. Именно поэтому вы должны познать себя. Незрелость состоит лишь в полном незнании самого себя. Понимание себя – начало мудрости. А что представляете собой вы сами? Что такое ваша индивидуальность? Я думаю, есть различия между человеком и индивидуумом. Индивидуум – это локальная сущность, живущая в определенной стране, принадлежащая к определенной культуре, к определенному обществу, к определенной религии. Человек – не локальная сущность, он везде. Если индивидуум действует только в отдельном уголке обширного поля жизни, то его деятельность совершенно не соотносится с целым. Таким образом, надо помнить, что мы говорим о целом, о него какой-то части, потому что большее включает меньшее, тогда как в меньшем большее не содержится. Индивидуум – это маленькая, несчастная, терпящая неудачи сущность, удовлетворяющаяся своими богами и узкими традициями, тогда как человек озабочен всеобщим благом, всеобщим страданиям и всеобщим смятением в мире. Мы, люди, остались такими же, как были на протяжении миллионов лет. Бесконечно жадными, завистливыми, неагрессивными, подозрительными, полными тревог и отчаяния, со случайными вспышками радости и любви. Мы – страшная смесь ненависти, страха и доброты, насилие и мир одновременно. Внешне достигнут большой прогресс, от повозки, запряженной валами, до реактивного самолета. Но психологически индивидуум все же не изменился, а структура общества всюду в мире создана индивидуумами. Внешняя социальная структура – результат внутренней психологической структуры наших человеческих отношений, так как индивидуум – результат совокупного опыта, знаний и поведения человека. Каждый из нас – это склад всего прошлого. Индивидуум – это человек, который представляет собой все человечество. Вся история человека записана в нас. Проследите, что в действительности происходит внутри и вне нас и в этой построенной на конкуренции внутренней психологической структуры –